Еще одна тема, которую всю неделю обсуждали в Украине – ПАСЭ. Украинские депутаты в парламентской ассамблее Совета Европы были, как и всегда, очень активны, но при этом и необычайно результативны. Вот бы дома в Верховной Раде проявляли такую же эффективность. Итак, что удалось украинской делегации в Страсбурге и почему Россия может больше не появиться на этой международной площадке? Все подробности у Ирины Ивановой. Это было довольно наглядно. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Зрелищно, а иногда и музыкально. Представление в ПАСЭ – это украинские депутаты, друзья, товарищи, обрастите, пожалуйста. И безусловно, конфликтно. Я не вмешиваюсь в дебаты. Ведь именно на этой сессии ПАСЭ решалась дальнейшая судьба России в ассамблее. Санкции против Федерации за аннексию Крыма и войну на Донбассе рассорили Совет Европы. Еще в 14-м делегацию РФ лишили права голоса и возможности избрания на руководящие должности. При этом Россия до сих пор участвует в Комитете министров. Совет Европы объединяет 47 стран. ПАСЭ – один из ключевых его органов. Простыми словами, это парламент. А функции Кабмина выполняет Комитет министров. По словам делегатов, именно он, ссылаясь на статут Совета Европы, настаивает на полноценном представлении всех без исключения стран-членов в обеих институциях. Чтобы разрешить этот кризис, в ПАСЭ создали Временный комитет. Он подготовил доклад об изменениях в регламенте. Если вкратце, то документ ужесточает правила введения санкций против делегаций и обеспечивает им право голосовать при избрании важных должностей в Совете Европы. Дискуссия длится в рамках Эдхок-комитета Ассамблеи уже два года. И это просто частичная финализация той реформы, которая проходила в рамках этого Эдхок-комитета. Этот доклад, который будет рассматриваться, рассматривался уже у нас на комитете, я являюсь членом регламентного комитета, сохраняет за Ассамблеи возможность и право не принимать полномочия отдельных делегаций по политическим мотивам. Доклад комитета вынесли в сессионный зал. Украинская делегация документ резко раскритиковала. Мол, фактически это возвращение России в ПАСЭ. И дело вовсе не в регламентных коллизиях, а в деньгах и мощном российском лобби. Ведь с прошлого года Москва частично урезала финансирование до снятия санкций. Это репортер только с единственной целью, чтобы вернуть Россию, а предстоит ее вернуть, пока нет никаких выполнений, каких-то резолюций и требований парламентской ассамблеи, нет. Поэтому сегодня от разных представителей, до речи, очень разных делегаций разных стран звучала одна и та же самая думка. Мы, извините, не на базаре, мы ценностями не торгуем. Обсуждение доклада проходило очень бурно. И даже с наглядным пособием. Я считаю, мы все должны подготовиться к так называемому диалогу с российскими представителями. Лично я подготовился. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Они нужны нам всем, чтобы здороваться за руку с российскими представителями или держать ручку двери. Господин Гончаренко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой ассамблее. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Моё мнение по этому поводу таково. Нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование. Но как не пытался парировать генсек Совета Европы, сторонник возвращения России в ПАСЕ, его слова в буквальном смысле затоптали. И после жарких споров документ отправили на доработку. Очень важно, что саму украинской делегации удалось изломать хит дебатов, что была не протягнута эта резолюция по изменению регламента, чтобы просто повернула российскую делегацию без выполнения нею резолюции парламентской ассамблеи Рады Европы, а также без выполнения Минских угод. Этот перелом сделал невозможным возвращение России в ПАСЕ в следующем году, даже если бы её делегация гипотетически подала такую заявку. Возможно, россияне ожидали иного исхода. За происходящим в тот день в ПАСЕ впервые за несколько лет следила камера российского телеканала. Ведущая пыталась вопросами провоцировать украинскую делегацию, на что получила достойный ответ. Слава Украине! Миром слава! Представление! Это украинские депутаты! Друзья, товарищи! Обратите, пожалуйста, кирога! Впрочем, победу праздновать рано. На одной из ближайших сессий обновленный регламентный доклад вернут в сессионный зал. И депутатам снова придется выбирать между ценностями моральными и материальными. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Причем материальные проблемы по сцену очень интересуют. Дело в том, что Россия еще в прошлом году ограничила выплаты в бюджет организации, не вносит свою долю и в этом году. И, по словам Генсека Совета Европы, это может повлиять даже на выплату зарплат в организации.